Я приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня с вами программа «Последнее время» и я, ведущий ее, Коновалов Юрий. Друзья мои, книга Захария, 8 глава, в 23 стихе говорит Господь, что будет то время, когда 10 человек из всех разноязычных народов будут хвататься за полу иудея, за полу верующего человека и говорить, мы пойдем с тобою, мы хотим узнать твоего Бога, мы хотим, потому что мы слышали, что с вами Бог. Воистину это правда, друзья. Знают люди, которые живут рядом с нами, что мы верим в живого Бога, настоящего Бога. И Библия говорит, что время, когда множество людей будут открывать свои сердца для Господа, это время пробуждения. Мы молимся сегодня, чтобы по всему миру было пробуждение, когда у людей приходит необходимость, внутренняя необходимость познать Бога. И я знаю, что это время уже сейчас происходит. Уже сегодня многие, кто смотрит эту программу, в их сердцах появилось огромное желание узнать настоящего Бога, живого Бога, Бога, который есть автор этой книги. Региональный партнер служения Кеннета Кокленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова, приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Речпорта, конференц-зал 11.00 и ДК «Шинник» 17.00. Пусть Бог благословит вас! Как Бог благословляет свой народ? В чем привилегии праведной жизни или жизни праведников? На самом деле, весь мир в глазах Бога делится над эти две категории людей. В глазах Бога существуют праведники и нечестивые. В глазах Бога нету национальностей, и все человечество делится именно на две эти категории. Библия говорит в книге Откровений, что пусть святой освящается еще, пусть праведный творит правду еще, а нечестивый пусть делает нечестие, за которое каждый из нас получит награду от Бога за свою праведность, и также нечестивые люди ответят за свои нечестивые поступки и дела. Вы знаете, когда мы смотрим на события сегодняшнего времени, то мы можем увидеть очень закономерные такие процессы, которые происходят по всему лицу земли. Недавняя цунами, которая была, на мой взгляд, каким-то особым возмездием и предупреждением для людей, которые находятся в нечестии и в злых поступках и делах, которая унесла жизни многих нечестивых людей. И на самом деле, когда мы изучали, мне было очень интересно, почему именно в этих странах, почему именно там совершилось это знамение от Бога, то изучая подробности, я обнаружил, что как раз в этих странах, где была особая смертность из-за цунами, существовала такая огромная сеть сексуальной индустрии. Тайский массажик и для богатых европейцев и так далее и тому подобное. Целая система зла, которая годами как бы организовывалась, потерпела огромная фиаско, потерпела крах, потому что Бог не собирается шутить с людьми. Он дал свою книгу, Библию, и Он сказал, если человек будет поступать по этому слову, он будет благословен. Но если человек будет жить по своим понятиям и делать свои злые дела, он будет наказан, потому что нарушение Божьих заповедей приводит человека, любого человека, невзирая на его положение в обществе, к бесславному финалу. Вы знаете, недавно, буквально на прошедшей неделе, мы слышали о урагане Катрина, который обрушился на побережье Соединенных Штатов Америки, в город Новый Орлеан. И я видел эти съемки по новостям, когда все дома затоплены, когда плавают трупы людей. И как бы я, может быть, не понял бы до конца, если бы Бог не позволил мне встретиться с одним американцем, который рассказал, что на самом деле представлял этот город. Для меня это было новым открытием. И еще раз подтверждением того, что время, в котором мы живем, время последнее. Оказывается, Новый Орлеан и эта местность, она была знаменита тем, что в этом месте сосредоточены были множество оккультных сил. Там проходили много раз за последнее время всякие слеты, ведьм, колдуни, оккультистов. И этот город был подобен Содому и Гаморе, потому что на улицах в вечернее время были тысячи проституток и геев, которые выходили, пропагандируя свой образ жизни, навязывая, приставая к людям и как бы заманивая их в свои сети. И этот человек, который мне рассказывал, он говорит, я был там несколько раз, говорит, я просто перенес, как бы, ну реально перенесся вот в эти Содом и Гаморру, которые Бог придал огню в знак предупреждения, что он не будет шутить с нечестивыми людьми. И нечестивый будет истреблен с земли. На этом откровении мы говорили в четверг на проповеди, а праведные будут жить на ней. Аминь. Это очень важно. Понимать, знать, в этом очень важно, как бы иметь представление о событиях последнего времени. И я хотел бы, чтобы мы открыли книгу пророка Исаия, 7 главу. Это первое место Священного Писания, с которого мы начнем обзор нашего слова, посланного Господом для нашей жизни. Исаия, 7 глава, с 1 стиха. Исаия, глава 7, с 1 стиха. И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, Ифакей, сын Рималиин, и Малиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой, Шиар-Ясув, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Десятый стих. И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал, проси себе знамения у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, и сказал Ахаз, не буду просить, и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для нас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, седева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Друзья мои, мы видим интересную историю, которая очень похожа на те жизненные обстоятельства, в которых мы порою оказываемся с вами. Мы видим очень похожую историю в том, что враги, которые есть у Божьего народа, они всегда бывают. Они всегда были, они всегда будут, и они всегда сейчас могут быть в твоей моей жизни. Враги Божьего народа – это неотъемлемая часть победы Божьего народа. Без врага не бывает победы. Без оппозиции не бывает чего-то великого, что происходит в Божьем народе. Дьявол противится. Писание говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он вечный противник, который как бы использует людей, которые хотели бы сделать зло Божьему народу. Это было в Ветхом Завете, это есть сегодня, и это будет до Второго пришествия, пока мы живем на этой земле. И вот история. Иудейский царь Ахаз и его город, который был подчинен ему Иерусалим, столкнулся с врагами. Два или три врага объединились вместе и пошли для того, чтобы завоевать Иерусалим и поставить своего ставленника. И вы знаете, казалось, что перевес в силах настолько велик, что Иерусалим не устоит. Порой нам кажется, что наши враги намного сильнее, чем мы с вами. Но я скажу вам, друзья, победа не приходит от численности противника. Победа приходит, если Бог за нас, то нет врагов, которые могли бы противостоять Божьему народу. Аминь. Нет достойного врага и противника, потому что исход любой битвы заключается не в том, сколько людей стоит с копьями или с мечами. Исход битвы заключается в том, на чьей стороне воюет Бог. И это очень важный аспект, друзья. Это одно из, скажем так, благословений или привилегий праведной жизни Божьего народа. Потому что Господь обещал всегда сражаться на нашей стороне. Всегда быть на стороне своих помазанников. И Он является тем, который решает исход любой битвы. Друзья мои, посмотрите, Бог послал Исаию для того, чтобы рассказать ситуацию старю Ахазу и людям Иерусалима. И Он говорит, смотрите, 5 стих 7 главы. Сирия и Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею, поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Это не состоится, это не сбудется. Ободритесь, поверьте, что ваша жизнь и ваша судьба не в руках ваших врагов. Ваша судьба в руках вашего Бога, который знает начало и знает конец. Он первый и последний. Он альфа и омега. И всегда Бог оставляет за собою последнее слово. Мы как Божьи дети, мы не должны прежде битвы в страхе выбрасывать белый флаг, капитуляции и говорить, ой, мы сдаемся. Мы проиграли, еще не сражавшись, уже как бы решили сдаться. Друзья мои, победа приходит от Господа. Победа это неотъемлемая часть Божьего народа. Бог сказал, что праведник смел, как лев. Праведник это тот человек, который знает, на чьей стороне сражается Бог. Праведник это тот, который может рассчитывать в любой ситуации в жизни на успех, потому что он знает, на чьей стороне воюет Господь. Это одна из привилегий жизни праведника, когда он знает, что в любой битве, в любой схватке, в любых военных событиях он может рассчитывать на помощь всемогущего Бога. И посмотрите, Бог через Исаию продолжал говорить к Ахазу. И он говорит, ты можешь даже просить у меня знамения, хоть на глубине, хоть на высоте, проси знамения, я подтвержду слово моего пророка. Вы знаете, Ахаз не стал этого делать, он говорит, я не буду искушать Господа, 12 стих, я не буду затруднять Богу, делать какие-то затруднения Богу, потому что я знаю одно, я зависим полностью от Него. Он моя победа, Он мой щит, Он тот, который стоит за всеми успехами в моей жизни. И вы знаете, Исаия пророчески сказал очень серьезно от имени Господа, это слово, которое написано в 14 стихе. Итак, Сам Господь даст вам знамение, это будет знамение во веки веков, на которое всегда должны опираться и уповать Божьи дети. Сидева зачнет в очреве и родит вам сына и наречет ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Оказывается, друзья, рождение Иисуса Христа было не только самым величайшим событием в истории человечества, Сын Бога пришел на эту землю, но это также является знамением для праведников, что Бог с нами. Аминь. Это знамение, которое сказал Исаия за 700 лет до Рождества Иисуса Христа. Это было пророчество для каждого праведника, это самое великое знамение, на которое сегодня мы уповаем в нашей повседневной жизни. Бог с нами, Эммануил, Он с нами, Он с праведными людьми, Он с праведной церковью, Он со святыми людьми, Он не покидает этот народ, который именуется именем Его. Аминь. Он всегда, где двое или трое собраны во имя Его, там Эммануил находится, там Бог, который живет среди словословия своего народа. Аминь. Это очень важное откровение, друзья. Это откровение, которое решает ход любого сражения, любой битвы. Посмотрите, Иисуса Навина пятую главу. Одно очень интересное событие, которое положило как бы начало великого успеха в период и развитие на тот момент израильского, израильской армии. Израильской армии предстояла великая битва. Битва за Иерихон, за город, который был неприступной крепостью. Некоторые историки говорят, что стены этого города были около 30 метров в толщину. Вы можете себе представить, это примерно от кафедры до галерки. 30 метров была толщина стен вокруг города Иерихон. Какое оружие, даже самое современное на сегодняшний день, не может пробить стену этой крепости? Вы со мною, друзья? И с такими как бы укреплениями Иисус Навин получил от Господа задачу «Возьмите город! Возьмите город! Я отдаю вам его!» И посмотрите, что это было предисловие, что делал Иисус Навин. 13 стих. Иисус Навин, находясь вблизи Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он же сказал, «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус упал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господнего сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь свято». Иисус так и сделал. Посмотрите, друзья, Иисус Навин пошел просмотреть еще раз перед предстоящими военными событиями местность. Он хотел увидеть, где же сокрыто что-то сверхъестественное, что позволит завоевать и взять этот город. Он еще раз пошел обсматривать вокруг, вблизи этой крепости неприступной. И он увидел человека, который стоял с обнаженным мечом. Он не мог вспомнить, кто он. Может быть, это из армии Израиля, может быть, это кто-то из неприятелей, и он подошел к нему и задал этот вопрос, кто ты, почему ты здесь находишься, что побудило тебя прийти сюда. И этот человек сказал ему такие замечательные слова. Я вождь воинства Господнего, теперь пришел сюда. Послушайте, если мы знаем Божье Слово, то мы никогда не усомнимся, почему в самые трудные моменты приходит Господь к нам. Если ты знаешь Бога, как Бога, который тебя никогда не оставляет и не покидает, ты даже можешь не спрашивать, почему его присутствие пришло в тот трудный момент в твою жизнь, потому что он всегда приходит с одной целью сражаться за тебя, он приходит, чтобы помочь не твоим врагам, а тебе как праведнику, которого он хочет поднять, которого он хочет прославить, которому он хочет воздать за его праведную жизнь. Иисус сразу понял, если вождь воинства Господнего, если представитель неба пришел на эту землю и очутился в зоне военного действия, то это не для того, чтобы сражаться против Божьего народа, а для того, чтобы сражаться за Божий народ. Аллилуйя! Я скажу вам одну истину, небеса всегда сражаются на стороне Божьего народа, который живет на этой земле. Вы со мной или нет? Небеса всегда ждут команды. Иисус однажды сказал, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Все, что вы разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Небеса всегда приходят на помощь праведникам на этой земле. И Библия говорит, что ангел Господень ополчается, когда он слышит молитву праведника, взывающая о милости и помощи Господней. Вы со мной или нет? Вспомните эту историю с Пилатом, когда Иисус, Христос появился рядом возле этого императорского как бы трона Пилата. И Пилат начал рассказывать, ты знаешь, твоя жизнь в моих руках. Иисус, отвечай, потому что моей команды будет достаточно, чтобы лишить тебя жизни. Иисус смотрел на него, улыбаясь и говоря, нет, Пилат, я не, моя жизнь не во власти твоей. Он говорит, если бы я хотел, прямо сейчас бы 12 легионов ангелов вступилось бы за меня и от вашей римской армии не осталось бы мокрого места на этой земле. Он мог бы уничтожить всех воинов первосвященников. Небеса могли бы это сделать, но не для этого пришел Иисус. Он пришел, чтобы пострадать добровольно, чтобы отдать свою жизнь на заклание за грехи людей. Через горы и моря твоей любви река течет, открою сердце для тебя и исцеление придет. Я счастлив в истине твоей, к тебе я руки вознесу, я буду вечно печь о любви твоей. в истине и исцеление придет. Я счастлив в истине Уважаемые друзья, сегодня мы стали свидетелями того важного послания, которое Бог посылает в церкви последнего времени. Но я знаю, что сегодня у экранов телевизоров сидят люди, которые еще никогда в своей жизни не произносили самую главную молитву, молитву грешника, молитву покаяния. И я сегодня обращаюсь именно к этой категории людей. Если вы еще не знаете Бога, я предлагаю вам вместе со мною произнести слова молитвы покаяния. Через эту молитву Господь станет спасителем вашей души. Он войдет в ваше сердце, и вы получите великий дар вечной жизни. Склоните свои сердца, закройте глаза и проговорите со мной слова этой молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к тебе через имя Иисуса Христа, Твоего единственного Сына, которого ты отдал в этот мир, чтобы он умер за грехи людей. Одним из этих грешников был я. Я осознаю, что Иисус умер за меня и воскрес для моего оправдания. Я принимаю дар вечной жизни и благодарю Тебя, мой Бог, что мое имя записывается на небесах в книге жизни. Помоги мне стать другим человеком. Исцели меня, разрушь всякое проклятие и дай мне всю необходимую благодать для моей жизненной ситуации. Славлю Твое имя, мой великий и вечный Бог. Уважаемые друзья, если вы произнесли слова этой молитвы, Бог называет это временем рождения для новой жизни с Ним. И я знаю, что это очень важный переломный момент в вашей жизни. Для того, чтобы дальше продолжить общение с Богом, вам необходимо делать некоторые вещи, о которых я сегодня скажу вам. Первое, вам нужно найти Новый Завет и начать каждодневное чтение Слова Божьего. Это очень важно и необходимо для вас. Второе, вам нужно своими словами обращаться к Богу. С этого момента каждая ваша молитва может быть услышана Богом на небесах. Единственная преграда между вами и им, это был грех, который сегодня разрушен. И вы можете напрямую общаться с вашим Небесным Отцом. И третье, вам необходимо найти собрание верующих людей, поместную церковь, в которой вы можете получать дальнейшее возрастание духовное для жизни с Богом. И четвертый, заключительный, важный момент, вам нужно продолжать смотреть наши программы. Я знаю, что после этих проповедей вы не останетесь прежними. Бог любит вас и Он хочет поднять вас в вашей жизни. Да благословит вас Господь! До новых встреч в программе «Последнее время». Субтитры подогнал «Симон» Региональный партнер служения Кеннета Копленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Речпорта, конференц-зал 11.00 и ДК «Шинник» 17.00. Пусть Бог благословит вас!